Представляете, как здорово ты ешь и худеешь. Не нужны ни спорт, ни диета, ни алгоритмы питания. И действительно существуют продукты с отрицательной калорийностью. На их переваривание организм тратит больше калорий, чем получает. Бывает ли такое на практике? Можно ли есть и худеть? Меня зовут Светлана Никитчук, эксперт по снижению веса более 13 лет. Я делюсь с вами безопасными и доказанными способами питания, которые показали себя таковыми после многочисленных исследований. Запись на программу снижения веса вы найдете по ссылке сразу под этим видео. И сегодня мы с вами говорим про нюансы и правила употребления таких продуктов. Кто давно знаком с желанием похудеть без длительных диет, часто вспоминает о сельдерее и отварной куриной грудке. Почему же они и ряд других продуктов считаются популярными для быстрого похудения? Возьмем, к примеру, сельдерей. В 100 граммах этого овоща содержится всего 15 калорий, а на его переваривание якобы требуется неизмеримо больше. Вроде и голод удалили, и процесс похудения запустили. Так ли это? Давайте обратимся к теории. Любая диета на продуктах с отрицательной калорийностью строится на принципе подсчета энергозатрат. Переваривание пищи и усвоение полезных веществ наш с вами организм воспринимает как работу. А работа требует ресурсов. При этом для разных продуктов затраты разные. На усвоение белков уходит в среднем 30-40% содержащихся в них калорий. Для жиров это 5-10%, для углеводов еще меньше, от 4 до 7. Эту статистику в лучшую, казалось бы, сторону меняет клетчатка, которая содержится в некоторых продуктах. Пищевые волокна полезны для пищеварения, сами по себе почти не поддаются перевариванию. Клетчатки много в нашем любимом сельдерее, а также в капусте, яблоках, кабачках. Что это дает опять же в теории? Если хочешь быстренько похудеть, берешь пару килограмм этих овощей и фруктов, загружаешь организм работой, а потом наслаждаешься результатом. Потери килограмм и похудение и насыщение организма витаминами как бонус. Но теория обычно проверяется практикой. И результатами такой практики я и хочу поделиться с вами, чтобы предупредить и помочь избежать частой ошибки в виде неблагоприятных последствий. На практике никто не любит работать в холостую, без оплаты, как и наш организм. Усваиваемые калории можно считать определенной оплатой. Что будет, если нагрузить организм большим количеством клетчатки? Организм будет переваривать ее, не получая взамен необходимые калории. Тогда рано или поздно она откажется работать корректно. Зачем трудиться впустую? И в перспективе любителей легкого пути похудения ждет несварение желудка или расстройство кишечника. Это приведет к обезвоживанию, истощению полезных веществ в организме и порой тяжелому восстановлению. А ведь этого нам хочется меньше всего, согласны? Я как диетолог ориентируюсь на безопасное и здоровое похудение. А поскольку вы здесь, со мной, то давайте вместе рассмотрим варианты включения продуктов с отрицательной калорийностью, мягким и полезным для организма образом. Подведем небольшой итог. Что будет, если в течение, например, недели нагружать организм работой в холостую? То есть исключительно перевариванием овощей и фруктов с большим количеством клетчатки. Во-первых, тоже сельдерей со своей калорийностью едва окупит свое же переваривание. То есть вы просто недополучите то количество энергии, которое могли бы взять из продукта. К сожалению, те избытки калорий, которые у вас уже есть, организм практически не затронет. А это наверняка не тот результат, который вы бы хотели получить, наслаждаясь весьма специфическим вкусом сельдерея. Во-вторых, организм достаточно быстро устанет от однообразной работы в холостую и попросту приведет вас к пищевому расстройству. А его неприятные последствия устранять себе дороже. В-третьих, у вас постепенно будет падать энергия и силы, и организм будет еще больше экономить те запасы, которые у него есть в виде тех самых лишних килограмм, от которых вы так сильно хотели бы избавиться. А поскольку такой результат нас с вами не порадует, давайте узнаем, как же правильно употреблять продукты с отрицательной калорийностью, безопасно и эффективно. И для начала я предлагаю просто забыть этот термин. То есть мы обязательно оставляем в рационе все продукты, которые мы в данном контексте перечислили. И сельдереи, и яблоки, и капусту с кабачками, но для витаминов необходимой нашему кишечнику клетчатки, а не как волшебные похудательные продукты. Обязательно поставляем организму необходимые вещества и в целом помогаем ему ускорять обмен веществ. В этом смысле кусочек жирной семги или богатого белком куриного филе может оказаться куда действеннее, чем килограмм кабачков с отрезательной калорийностью. Главное не забывать о четырех принципах здорового питания и без срывов. Более подробно я о них недавно рассказывала. Но кратко напомню сейчас. Считаем калорийность, соблюдаем режим питания, подключаем посильные физические нагрузки, можем просто ходить, следим за режимом сна. Тогда калории не уйдут из жировой отложения. В завершении темы продуктов с отрицательной калорийностью я хочу выделить несколько помощников, которые принесут вам пользу. Самый главный – это чистая вода. Она возглавляет топ списка продуктов, имеющих отрицательную калорийность, потому что в ней совсем нет калорий. Более того, при употреблении рекомендуемой нормы 2 литра в день прохладной воды организму придется нагреть их до 37 градусов, а значит потратить какое-то количество калорий. И полезно, и похудательно. Согласны? Второе место среди продуктов с отрицательной калорийностью занимает зеленый чай. Он содержит минимальное количество калорий, а на его переработку тоже требуется энергия. Перец чили, корень имбиря, чеснок и другие специи имеют тот же статус отрицательных калорий, благодаря горячительному действию. Острая пища способствует выделению тепла, а значит расходу энергии. Отдельным пунктом идут грибы. В них мало калорий, и они относятся к числу продуктов, усвоить которые организму непросто. А значит организм будет тратить дополнительные калории на их переваривание. Вернемся к овощам. Среди овощей с отрицательной калорийностью чемпионом справедливо считается сельдерей, благодаря большому количеству клетчатки. За ним идет капуста всех видов, кабачки, спаржа, огурцы, баклажаны, редис, помидоры, вся огородная зелень и листовые салаты. Из фруктов и ягод давайте выделим яблоки, ананасы, персики, дыни. А еще все цитрусовые и арбузы, сливы, черника, смородина и клюква. Но помните о сбалансированном питании и образе жизни. При грамотном подходе к процессу похудения не стоит зацикливаться на надежде сжечь избыточные калории. Важно помогать организму, а не нагружать его работой в холостую. О том, как это сделать, вы узнаете на моих программах. Регистрация по ссылке под этим видео. С вами была Светлана Никичук и мы подробно рассмотрели тему продуктов с отрицательной калорийностью. Ставьте лайк, если видео было для вас полезным. Подписывайтесь на мои социальные сети, где я даю еще больше проверенных рекомендаций для вашего здоровья и красоты. На сегодня у меня все. Мы встретимся с вами на следующей неделе.